Врач, фитотерапевт, диетолог, автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно дышать, как правильно пить воду, как правильно питаться, как правильно двигаться, как правильно объединить эти основные компоненты, чтобы у вас получился ваш собственный уникальный здоровый образ жизни. Иными словами, чтобы вы дольше занимались профилактикой и реже попадали на лечение различных заболеваний. В этом видео решил ответить на один очень важный вопрос. Как правильно пить воду после еды? В широком смысле этого слова. Если у вас один или несколько ответов, которые вы считаете правильными на этот вопрос, вы ошибаетесь. Правильных ответов десятки, чтобы не сказать сотни. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, зачем пить воду после еды? Какую пить воду после еды? Сколько пить воды после еды? И очень важный вопрос, когда же правильно пить воду после еды? Правильно ответив на эти вопросы и применив это к своему собственному здоровью, у вас ваше здоровье как минимум не теряется. А если вы что-то делали неправильно, то уровень здоровья и улучшится. Смотрите видео дальше, я думаю, новую информацию для себя вы в этом видео получите. Очень важно знать правильный ответ на вопрос, зачем вам пить воду после еды? Многие пьют, потому что кто-то сказал, надо пить, но вода после еды решает сразу несколько задач. Большинство считают, что она нужна просто для поддержания водного баланса, от которого зависит и продолжение очищения вашего организма через кожу, через почки, через кишечник, через легкие, выработки в легких достаточно жидкой слизи и предупреждение дыхательной недостаточности при определенных ситуациях, участие воды в системе терморегуляции. Но! Это далеко не полный перечень целей, которые обеспечивают правильное употребление воды после еды! Еще как минимум две задачи нужно решить! Не нарушить переваривание пищи, после которой поступает еда! Иначе вы эту пищу ели не просто зря! Вы потратили деньги на то, чтобы в кишечнике развился процесс брожения либо гниения, самоотравления вашего организма и еще один кирпичик, фундамент вашего нездоровья вы заложили! А в некоторых случаях вода после еды выполняет роль воды перед едой! Такое видео, как правильно пить воду перед едой, уже есть на моем канале! Если вы не видели, посмотрите! А сейчас я расскажу еще один момент! Какую воду нужно пить после еды? Там тоже достаточно много переменных, которые нужно правильно использовать! Еще один очень важный вопрос! Какую пить воду после еды лучше? Чистую либо очищенную? Мой вам совет! Пейте воду очищенную! Чистая природная вода, которую человечество использовало сотнями лет сегодня на планете Земля практически отсутствует! И вода как прекрасный растворитель может содержать в себе произвольный набор из четырех с половиной миллионов различных химических веществ! При этом лучшие системы контроля воды контролируют около сотни химических веществ! Иными словами, почти ничего! И получите вы такую природную воду из речки либо из озера, из родника либо из ручья, из скважины либо из колодца, из растаявшего снега либо льда — это ваш выбор! Но! Любой экологический сюрприз вы можете преподнести как себе, так и своей семье! Поэтому вопрос очищать воду природную либо не очищать ! Его нет! Дилеммы нет! Воду нужно очищать! И здесь вопрос — кто будет очищать воду? Либо вы покупаете очищенную кем-то воду и вверяете в свое здоровье и здоровье своей семьи этой системе! Либо вы сами контролируете очищение воды! Причем это делается легко! Приобретете вы фильтр кувшин! Либо поставите фильтр под мойку — это ваш выбор! Но! На мой взгляд это более правильный вклад в ваше здоровье и здоровье вашей семьи! Также очень важный момент! Который тоже нужно учитывать — PH воды! Вода может быть щелочная, кислая, нейтральная! Каждый вид воды по-разному влияет на ваше здоровье! Если у вас есть проблемы сердечно-сосудистой системы — такие как ветосуистая дистония, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, пороки сердца, миокардиодистрофия, миокардиосклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы — то лучше пить щелочную воду! Если вы правильно пьете воду после еды, эта щелочная вода не будет нейтрализована желудочным соком и реально попадет в кровь! Если у вас иные ситуации по здоровью — нужно использовать разную воду! Об этом будет со временем в видео на моем канале! Очень важный вопрос еще — минерализация воды! Часто понимая, что экология не самая простая, воду переочищают! Иными словами, получают техническую, практически дистиллирную воду! Которая вызывает стресс в организме! Это рафинированная вода, которой человек не готов! Она в обмене веществ используется очень сложно! Можно ее использовать! Но далеко не каждый день! И далеко не всем! Это тоже нужно понимать! Поэтому воду нужно очищать! Но воду нельзя переочищать! Это тоже серьезная проблема для вашего здоровья! Еще один вопрос! Сколько пить воды? И когда? Где та точка отсчета, от которой нужно отсчитывать время? Когда нужно пить воду после еды? Вот на эти вопросы вы узнаете ответ прямо сейчас! Когда же правильно выпить воду после еды? Большинству кажется, что в этом вопросе максимальное количество расхождений среди рекомендаций врачей! Но! Не следует примерять к себе чужую рубашку! Врач должен оценить способности вашего желудка переваривать пищу! И качество той пищи, которая попадает в этот желудок на переваривание! И когда пища будет полноценно переварена! И перейдет в кишечник перевариваться дальше! В желудке появляется состояние после еды! И в этом случае вы можете правильно пить воду! Не нарушив процесс переваривания пищи! А поддерживать водный баланс и другие функции своего организма! которые связаны с правильным употреблением воды! Иными словами! Если вашему соседу советуют пить воду сразу после еды! Это означает, что у него повышена секреция желудочного сока! И вода, принятая в конце сразу после еды, разбавит желудочный сок! И уменьшит раздражение желудка! И гастрит, гастрододенид быстрее выйдут в состояние ремиссии! Если же ваш сосед выпьет не просто воду, а щелочную воду! Он еще и нейтрализует избыток, как правило, при этом присутствующей соляной кислоты! И выздоровление наступит раньше! Либо ремиссия наступит раньше! Если вашему ребенку посоветовали после еды минут через 15-20 выпить воду! То скорее всего во время еды у ребенка была порция мороженого! В котором присутствует достаточно много жиров и углеводов! И очень мало белков! Которые могли бы задержать мороженое в желудке! Но по причине их малого количества порция мороженого ушла в кишечник! И желудок пустой, готов принимать воду! И поддерживать ваш организм может малоценно те функции, которые с этим связаны! Если вам посоветовали выпить воду через 30-40 минут после еды! То скорее всего вы съели небольшую порцию каши! Рисовую или гречневую! Может какую-нибудь другую! Она переварившись ушла в кишечник! Желудок пустой! И готов принимать порцию воды! Если вам посоветовали выпить воду через час после еды! Ну скорее всего зашли какие-то кисловолочные продукты! То есть вы выпили йогурт, кефир, закваску, тан, айран, кумыс! Эти продукты достаточно быстро покидают желудок! Освобождая его для приема правильно принятой воды! Если вам советуют выпить воду через 1,5-2 часа после еды! То скорее всего у вас хорошая кислотность желудочного сока! А может быть и обострение язвенной болезни! Которая болью в желудке сигнализирует желудок пустой! И можно туда уже вводить и воду! Либо принять следующую порцию еды! Чтобы погасить активный желудочный сок! Поэтому здесь временные рекомендации! Они разные могут быть! В зависимости от того, что вы кушаете! Что вы употребляете в пищу! И время приема воды после еды! Оно может быть разное! Важно это просто знать и правильно учитывать! И правильно использовать! Для вашего здоровья и здоровья вашей семьи! А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моих канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео! Думаю, что лайк на него поставить было бы неплохо! В следующем видео вы узнаете, как правильно пить воду во время еды! Там тоже масса особенностей, которые нужно использовать для вашего здоровья! Ведь многие советуют, что нельзя пить воду во время еды! А я говорю, что можно и нужно! Нужно только правильную воду пить во время еды! И ваше здоровье будет только крепче! До новых встреч на моих каналах! Чтобы вы не пропустили это видео! Не забудьте на него подписаться! И тогда сообщение о том, что я выставил новое видео, придет вам в почту! И вы его увидите одним из первых! До новых встреч! Видео! Продолжение следует...